Я думаю, что для того, чтобы оценить уровень украинских судей, надо посмотреть, приглашаются и на какие международные соревнования. И то, что мы знаем, что наши арбитры судят и на Олимпийских играх, и на чемпионатах Европы, и на других молодежных чемпионатах. Я уже не говорю, что получают приглашение судить и в Китай, и в другие страны. Это доказывает, что действительно уровень хороший. Понятно, много арбитров обслуживает, более 20 обслуживает Суперлигу, но есть посильнее, есть послабее. Но все-таки средний уровень, он поднимается. Я имею возможность сравнить и с другими странами, и думаю, что нам жаловаться нечего. Конечно, надо работать, особенно тем, которые тут помоложе пришли. Старания есть, желания есть. Я думаю, что есть опытные у нас люди, такие как знаменитый Владимир Дробяковский и другие. И я думаю, что они опытом делятся на семинарах и при других возможностях. Это поможет еще усилить судейский корпус, потому что от этого все-таки зависит. Ну и часто, как говорится, и ситуация на площадке. Ну, я думаю, что и прошлый чемпионат наш показал, что все-таки команды заняли места, соответственно, по председателям. Судьи не мешали своими ошибками занять какие-то места незаслуженные. Так что это, думаю, и есть главная цель. Могу сказать, что все-таки семинары нужны для всех. Потому что всегда развивается и сама игра, и интерпретации принимаются. Все время стремится и Европа, которая ведущий континент среди судей и баскетбольных, и стремятся к одинаковым интерпретациям и критериям, уйти от субъективности. И для этого надо сообща, смотреть ситуации, очень много видеоматериалов на семинарах, дискуссий, комментариев, почему так, где так, какая механика судей. Это очень сложный процесс, да, только любителям кажется, что это очень просто. Много аспектов начинают механики, дознание правил и понятие, какое-то случайное столкновение, контакт, имеют влияние на ход игры или нет, чтобы не превратиться в теоретиков, которые каждые 5 секунд будут игру останавливать. Вот на семинарах это много и проговаривается. То есть выработать единую платформу интерпретации и фиксации каких-то нарушений, правил и так далее. Они проводятся не только на Украине, но и во всех странах. Есть и национальные инструктора, но в Европе, может быть, отличается тем, что там по разным группам разбиваются молодые арбитры, национальные инструкторы, комиссары съезжаются и по своей специфике они обсуждают проблемы. Там же вырабатывается, опять же, на мировая, как говорится, федерация вырабатывает одинаковую интерпретацию и критерии. Но это потом обсуждается и уже принимается, объясняется, как это воплотить на практике в каждой стране, в каждой федерации. Чтобы потом не иметь так, что приехали какую-то международную игру судить, судья из Украины, из Франции, из Португалии, каждый будет судить по-своему. Так вот, общая платформа вырабатывается в Европе, а уже применение и распространение этих, как говорится, решений интерпретаций проводится уже в каждой стране. Национальные инструктора собираются по своей линии, комиссары собираются, молодые судьи имеют свои занятия. Опять же, проводятся же и клубные соревнования, Евролига делает свои встречи, и судьи, и с тренерами, и свои семинары, и видеотесты. Вы знаете, технология развивается. Многие, кажется, большая работа проводится уже у компьютера. То есть, видеоситуации, решения, видеотесты, там, и всякое такое. Так что не обязательно только ездить. Ну, знаете, это, ну, как и везде, люди постарше, они немножко не такие, как говорится, быстрые освоить компьютерную технику. Но вот по нашей практике, ну, вот в прошлом сезоне уже отчеты комиссаров уже присылаются по электронной почте, и формы заполняются. В этом году дальше уже пошли, и время укорачивается, и все уже знают, что такое слово «флешка» означает, и так далее. Так что прогресс есть, без этого, конечно, не обойдется. Но молодые, они более хитрые, они, ну, не хитрые, извиняюсь, неправильно выразился. Они более хорошо знают технику, и там, нарезки видео какие-то делают, чтобы не смотреть всю игру, а смотреть только отдельные моменты. Это уже обыденная жизнь. Ну, подельность – это постоянный процесс, да, кто или по хорошим, или, ну, к сожалению, и по плохим случаям, когда какие-то там конфликты возникают. Есть у нас такая дисциплинарно-посмотровая комиссия, которая разбирает там какие-то жалобы или инциденты возникшие. Но судейские делают постоянно. Я захожу, там вижу гостей, которые сидят и смотрят какие-то ситуации. Но обычно работа, кроме семинаров, там, два раза в год и так далее, таких общих, где все приезжают, проводится, в первую очередь, комиссаром, после игры, который делает анализ и разъясняет судям, какие они видели ошибки или нет. Ну, а дальше уже обычно, я так скажу, это такой слой общества, который всегда обсуждает между собой все события. Так что, если интересный случай произошел, это вы можете быть уверены, все просмотрели, все игры у нас есть на сервере. И если что-то интересное было, все могут пойти туда, зайти, этот именно момент конкретный просмотреть. Так что, это общение, это постоянный процесс. Без этого не обойтись. Ну, что-то такое, организационной техники, может, тут и чудес нет. Единственное, что больше, все больше и больше видео, есть материалов, но это, наверное, лучше расскажет руководитель судейского отдела. Но есть, допустим, видеотесты для комиссаров. Этого пока еще не было. Зачем это нужно? Для того, чтобы комиссар, который выставляет оценку по разным критериям судья, чтобы комиссары оценивали более-менее одинаково все какие-то ситуации. Независимо, это комиссар один, или второй, или третий, чтобы ту ситуацию, и оценки, они, как говорится, выставляли, соответственно, эквивалентно. Вот такой новый видеотест для комиссаров. Интересно, как он пройдет. Продолжение следует...